Роман Ким Роман, я бы, наверное, хотел начать даже не со спорта. Вы знаете, вы в третьем поколении педагог. Так точно. Отвечаете, как военный. Отвечаете, как военный. И при этом у вас педагогическое образование, вы лингвист. Да. Насколько я знаю, это преподаватель. Английский и немецкий язык. Английского и немецкого языка. А ваши родители что преподавали? Соответственно, папа у меня тренер по боксу. И педагогом был, учителем русского языка и литературы дед. Он также заслуженный учитель Российской Федерации. А дед к боксу имел отношение? Дед был просто активный мужчина, постоянно занимающийся поддерживающую форму. Даже будем так говорить. Вы продолжатель вот такой необычной педагогической династии, где сочетается две дисциплины – язык, в данном случае у вас иностранный, а у папы русский, и бокс. Более того, я хочу немножко сказать маленькую ремарочку. У меня брат Родион, родной, тоже мастер спорта по боксу. И тоже в данный момент тренирует в нашей братской республике Украины сборную Черниговской области по боксу. Вот так. Так что предмет только расширяется. Вот знаете, у многих существует абсолютно неверное, на мой взгляд, мнение, что люди, которые занимаются спортом, ну, это там в легкую, так если сказать, не интеллектуалы, люди, которые долбят грушу, что называется, и им нет времени до книг, до литературы, а уж тем более не до иностранных языков. Можно сказать так, что в доле истины в этом, конечно же, есть. Потому что в спорте живут и выживают либо энтузиасты, и люди фанатически преданные, и это бывают сумасшедшие талантливые люди, действительно. Либо те, кто кроме бокса или спорта вообще ничем не может себя прокормить. И это две, вот такие два полюса, и во всяком можно это раскладывать. Кто-то встречает на своем пути, будем говорить, пробитых боксеров, кто-то встречает боксеров или интеллектуалов, кому-то везет, которые защищают докторские, кандидатские, могут боксом лечить суставы, могут лечить вообще любые болезни. Что это значит, боксом лечить суставы? У нас есть специалисты, которые с помощью бокса могут лечить суставы рук, грыжи, позвоночников и так далее. То есть это комплекс специальных упражнений, которые входят в составляющую бокса? Да, есть методика и технологии, которые, используя именно движения боксерские, именно какую-то боксерскую базу, школу, служат на... Для меня это вообще открытие, во-первых. А давайте тогда, наверное, вот чего начнем. А вот как бы вы сформулировали для себя, вот что такое бокс? Вот со всеми составляющими. Ну, на первом месте понятно, вид спорта. Бокс, я бы сформулировал так, это способ. Формирование стопроцентного мужчины. Вот так вот. Воина, защитника. Для женщины это больше всего, я бы сказал, как развлечение все-таки воспринимается. Потому что для женщины, женщина идет в бокс, либо получить аэробную нагрузку, форму поддержать, либо пообщаться... То есть вы это сразу отбрасываете и все-таки... Пообщаться с мужчинами, да. Потому что очень я не знаю женщины лично, я, которая бы вот так самоотверженно бы боксировала, тренировалась как среднестатистический боксер, мастер спорта. Я понимаю, что вы к этому относитесь с неким скептицизмом женский бокс, да? К этому не только я отношусь, но практически все специалисты. А вот другие составляющие. Смотрите, мы с вами выяснили. Ну, во-первых, бокс, конечно, это древнейший вид спорта, который я с свое начало еще получил с кулачных боев. Да. Вот такой прорусский вид спорта. Очень русский, русский характер у него, конечно. С русским характером. Вторая составляющая, неведанная до ныне для меня, это, конечно, вот то, что это еще обладает врачебными такими составляющими. Врачебными, воспитательными. Вот, и вот воспитательный момент такой бокса, знаете, когда ты просто смотришь какую-то драку. Да, вот, кстати, давайте так попробуем. Чем поединок отличается от драки? Поединок? Настоящий поединок в боксе от уличной драки. Чем отличается? В поединке есть какие-то условности все-таки, что есть, если мы говорим о поединке, о таком рыцарском, есть секунданты, которые следят за тем, чтобы правила эти не нарушались. А драка – это способ выяснения конфликта какого-то вообще любыми средствами, любыми путями. Вот что такое драка. И поединок он все-таки имеет какую-то идеологическую подоплеку под собой. Либо это отстаивание чести того или другого человека. А драка, она может прямо в студии возникнуть просто из-за какого-то нечаянно броненного слова. Но мне так кажется, что с вами она не может возникнуть, потому что прежде чем сжать кулаки и нанести удар, наверное, любой человек, особенно спортсмен и человек, который занимается боксом, он прежде всего думает. Правильно. Человек, который тренируется, и для него поединок, драка в скобках – это своего рода работа, он не будет в нее вступать. Сделает все возможное, чтобы этой работы нудной и опасной для его оппонента избежать. Потому что он знает, сейчас он станет победителем в этом кратком промежутке времени, 30-секундном, потому что ему работать 30 секунд максимум с его оппонентом, который не подготовлен, и вообще не ожидает, что с ним больше будет. А потом пойдет разборки в милиции, страховые все дела и так далее. Зачем это нужно? И он сделает все возможное, чтобы это не случилось. В общем, это не только работа руками, но и прежде всего мозгами. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня у меня в гостях мастер спорта по боксу Советского Союза, мастер спорта по кикбоксингу Российской Федерации Роман Ким. Ром, я также знаю, что среди ваших учеников есть ребята, есть спортсмены, которые достигли очень больших высот. Да. Я в творческом тандеме с моим другом Сизовым Константином Витальевичем, который недавно, мы можем его поздравить, получил звание заслуженный тренер, Российской Федерации, подготовили целую плеяду спортсменов, которые выигрывали Кубки России, Кубки мира, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. На этом подготовлен Майер Евгений, это мастер спорта международного класса по кикбоксингу, который впервые за историю всего отечественного кикбоксинга стал чемпионом мира весовой категории 63 килограмма. Гордитесь? Да. Это определенный этап, который был завершен, поставлена определенная точка. С какого возраста к вам приходят ребята заниматься? Мы берем, я с охоты беру детей, если мы говорим о детях. Я говорю вообще о людях, да. С какого момента? С 12 лет. 12 лет мы можем... Что это за отправной такой возраст? 12 лет. Человек начинает уже думать. Думать, и у него есть свои желания. Вот я так, почему-то, извините, перебью вас. Как-то в этот момент, я сейчас думал, вы мне скажете, ну как-то еще не развиты суставы, но как-то вот еще там не так работают легкие. А вы все-таки начали, вот видите, с момента, что до 12 лет человек не так думает. Это ремарка моя, извините. Раньше, во время советского, в советские времена наши, боксом можно было заниматься официально, только с 14 лет. Официально. Потому что это жестокий вид спорта. Он не то, что жесткий, он еще и, можно сказать, жестокий. Потому что это столкновение людей, столкновение людей прямо вот непосредственное. Иногда бывает то, что парни, 14-16-летние, на сборах боксерских, вот в советское время и сейчас тоже, они проходят такую, испытывают такие нагрузки, которые не снились даже, грубо говоря, там, краповым билетом. Поэтому спорт, бокс профессиональный, это дело очень серьезное, можно сказать, жесткое и жестокое. Когда к вам приходит человек в 12 лет, какие первые знания он получает у вас? В первую очередь дисциплина. Первый момент, который надо закрывать при работе с детьми, это дисциплина. То есть иногда приходят товарищи, которые просто так разбалованы нашими московскими родителями, что в первую очередь приходят за первое занятие налаживать дисциплину. А потом уже работать становится легко и просто. А вы не ощущаете, что иногда порой родители отдают специально детей, вот именно к вам, для того, чтобы дисциплинировать их? То есть не в вид спорта, а в дисциплину? Они, да, родители этого хотят. Но дети, как правило, я постоянно устраиваю опросы среди занимающихся, они сами приходят. То есть изначально инициаторами прихода в секцию, в клуб, являются дети. Они изъявляют желание, а потом уже родители ничего против не могут сказать. То есть это 100%. Ну, как, наверное, и в любой секции, особенно в детской, у вас происходит отток. Да, почему-то ребята не сдюживают, не выдерживают, кто-то уходит. А в чем вот причины этого? Могу сказать так, это неправда. У нас, вот у меня лично в клубе, оттока нет. Потому что я владею технологиями, которые позволяют снизить этот отток, который называется в секциях текучка, до нуля. А что такое, что это за технологии такие? Ну, я могу... Педагогические? Это технологии, которые, да, они педагогические, психологические, которые, может быть, специалисты старой школы могут это с ухмылкой воспринять, но они есть. Первая технология, первый этап технологии, я могу раскрыть эти небольшие секреты, это с человеком надо знакомиться, с ним общаться. Если это ребенок, общаться с ним, с его родителями. Второй этап – это экипировка. Человек, придя боксом заниматься, должен быть экипирован. То есть, ему должны быть, он должен купить трусы, майку, перчатки, чтобы он выглядел как боксер, а не дачник. Дорогие друзья, напомню, что сегодня в гостях в студии «Персона» мастер спорта по боксу Советского Союза, мастер спорта по кикбоксингу Российской Федерации Роман Ким. Роман, кроме спортивной составляющей, я думаю, что именно в этом виде спорта есть еще и такая философская составляющая небольшая. Огромная. Огромная составляющая, которая, ну, грубо говоря, если брать так, то приходят люди очень разные. Иногда приходят люди, которые никогда не пришли бы в бок заниматься. Просто произошел такой момент в жизни, когда они поняли, что в жизни в этой они никто. Это взрослые люди? Это взрослые люди. Да, мы уже сейчас говорим о взрослых людях. То есть приходит человек, будем говорить, уже состоятельный, состоявшийся, да? Да, приходит состоявшийся. То есть и понимает, что люди с хорошим финансовым обеспечением. Бывает, приходят просто олигархи, на самом деле. Бывает, приходят. А что этим людям нужно в боксе? Просто они понимают в определенный момент, что у них происходит случай, когда у них возникает понимание того, что они не могут сами себя защитить, что у них есть охрана, к примеру. Но возникает какой-то инцидент в их жизни, когда надо было просто постоять за себя. Они не смогли этого сделать. То есть мы переходим к вопросу самообороны человеческой, да? Возможно, возможно. И у них происходит определенная переоценка, вот и они начинают заниматься. Знаете, мне кажется, тут даже дело немножко глубже нужно рассматривать. Это вопрос уверенности человека в себе. Это вопрос, я назову его, Саш, это вопрос страха. Страх – это то чувство, которое движет людьми в данный момент. И он вообще очень много движет. То есть страх, он бывает либо с знаком минус, когда он человека сжигает, либо со знаком плюс, когда человек начинает от него расти. Тут случай такой, именно второй, когда человек, испытывая страх, начинает расти. Ему страшно, что в определенный момент он не может отстоять честь свою, своей семьи, и так далее, и так далее, и так далее. И он начинает заниматься, он начинает готовиться. Если мы говорим о психологической составляющей бокса, это есть такая составляющая к стрессоустойчивости. Человек, занимающийся боксом, он становится стрессоустойчивым. Психика, организм, что помогает ему не только переносить стрессы, которые происходят у него на работе, случаются, либо в семье, но и организм готовится к стрессам так, что у него вырабатывается определенный иммунитет на болезни, то есть своего образа прививки от болезни. Это то, что мы говорим про лечение суставами, от суставов боксом, от инфекционных заболеваний, от нервных и так далее. Вы знаете, вот об этих людях, которые к вам приходят, знаете, от страха или от какой-то жизненной стрессо-неустойчивости, что ли, если так можно назвать. Мне кажется, я вот сейчас сижу вас, слушаю, и думаю, что это может влиять в дальнейшем и на все, в том числе и на даже самую обычную жизнь, и может быть даже на бизнес составляющую. Они очень влияются, да. Да, я представляю, что для многих людей уверенность в себе, которую дает ощущение, умение защитить себя, это еще просто уверенность по жизни. Ты знаешь, что ты защищен, значит, ты можешь постоять на себя, значит, ты можешь регулировать процессы и ситуацию. И даже несмотря на то, что у тебя есть охранники какие-то, и ты можешь себя безопасить, но человеку требуется внутренняя уверенность. Люди меняются кардинально. Я приведу простейший пример. У меня один из людей, который меня занимается, просто сказал, если бы я не занимался у тебя летом, то есть у него возник очень какой-то там конфликт по бизнесу. Меня бы, говорит, сказал, если бы я у тебя не занимался, меня бы просто порвали этим летом. Ну, не физически, я понимаю так. Да, естественно, да. Это он не сознался только через полгода. Я понимаю, что занятия боксом научили его быть стрессоустойчивым. Да, стрессоустойчивым стал сильнее. Он смог подняться на этим конфликт, он смог его пережить, смог его решить. Знаете, многие, да не многие, я где-то читал, что когда человек ждет удар, ожидает удар, он силен. И слаб тот человек, который не ожидает удар. То есть ему кажется, я себя защитил, я там все придумал. Вот это ожидание удара как раз и есть готовность человека к стрессу. И уже на первом этапе его преодоления, даже до того момента, как этот удар случился. Когда человек ждет удара, он будет готов к удару. Да, абсолютно верно. Бывает так, что сильный человек, он не ждет никого удара, просто он уверен всегда, что он этот удар не пропустит. Есть еще такая. Да, да, да. А чему учили вас ваши учителя? Первый мой учитель, это был мой отец, старство ему небесное, Ким Геннадий Родионович. У него был очень богатый опыт тренерский, он воспитал одну из первых чемпионок, вернее, призерок Европы и мира по боксу, Мир Шиченко Светлану. Была такая спортсменка у нас, она сейчас уже не выступает. И первое, чему учил он детей, и меня в том числе, это защищаться. То есть бокс, это в первую очередь искусство защиты. И этому уделялось основное время. И воспитывал он, конечно, очень по-жесткому, но воспитывал детей так, что они его помнят, и помнят до сих пор. Грубо говоря, когда человек еще в те же сами советские времена уходил в армию, приходя оттуда в отпуск, либо после него он первым же делом спешил к своему тренеру Геннадию Родионовичу Кимову поблагодарить его в первую очередь за то, что он смог там выжить. И свидетелем этого я был постоянно, постоянно. То есть это происходило дома всегда. А мне интересно, друзья, я напомню, что сегодня у меня в гостях мастер спорта по боксу Советского Союза, мастер спорта по кикбоксингу Российской Федерации Роман Ким. У вас растут дети. Так точно. Двое. 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 Девять и семь лет. Да. Они будут продолжателями династии? Я думаю, что будут. Будут. Вы знаете, времена меняются. Я думаю, что когда рос ваш отец, было одно отношение, в том числе и к спорту, и к боксу, и к понятию мужественности. Когда росли вы, это какие были годы? 70-е, 80-е. 70-е, 80-е, вы получали свое становление, ну, приблизительно, я думаю, что мы с вами ровесники. Да, это были совсем другие времена, нас учили другому, сейчас растут ваши дети. Вот чему вы будете учить их или сейчас учите на современном этапе? В первую очередь, они должны понимать, что надо в этой жизни работать. То есть, все дается трудом. Это первое, что они должны усвоить в этой жизни. И этого уже достаточно, на самом деле. Да, но как, знаете, избежать получения детьми той информации, которая льется на них со всех сторон? Когда, так называемые, живут олигархи, которые ничего в этой жизни своей не сделали, во многом определяющим, когда-то там что-то украли и так далее. Не нам с вами судить, не в этой программе. Но такую информацию мы получаем. Едет какой-то дядя на роскошной машине, везет какую-то раскрашенную тетю, и эти деньги им достаются просто так. Как вы удерживаете детей? Просто объясните им, что надо трудиться, этого мало. Существует такая штука, как личный пример. То есть они растут, у них есть, перед глазами пример, я их беру в этом возрасте уже на тренировки. Они присутствуют на наших тренерских совещаниях, видят, как определенный слой людей, как горд людей, которые объединены именно таким здоровым интересом, которые занимаются благим делом. Когда человек в такой среде постоянно варится, он все-таки впитывает здоровый сок. Честно говоря, я буду счастлив, если сейчас нас слушают люди и решают в пользу бокса привезти, заниматься туда своих детей. И вот тут у меня возникает вопрос. Сейчас бокс, особенно в последнее время, стал популярен за счет специальных проектов на центральных каналах. Прям такая популяризация идет. И также знаю, что вы являетесь организатором таких неожиданных турниров, когда на ринг выходят очень известные люди, в том числе бизнесмены. Вот как это происходит и зачем, на ваш взгляд? На самом деле можно сказать так, что люди выходят на ринг, во-первых, бизнесмены состоявшиеся люди выходят на ринг для того, чтобы, во-первых, проверить себя. Но проверить себя не просто где-то в спортзале, когда никто не видит. Потому что, когда бой проходит при публике, при присутствии средств массовой информации, при болельщиках в большом скоплении, как с его клуба, так и с клуба его оппонента, это огромный стресс. И люди себя сознательно этому подвергают. Это совсем другие ощущения, абсолютно, поверьте мне. Может человек вынести 10-15 раундов спарринга тяжелейшего, по 3 раунда, по 3 минуты. Но просто отстоять с соперником 2-х минутные 3 раунда намного тяжелее. А когда-нибудь вы слышали объяснение людей, что им это дает? Делятся такими впечатлениями? Это проверка, это своего рода этап такой. Он тренировался, они же тренируются. Вы знаете, я сегодня вместе с вами во время программы пытаюсь нанизать на единую шпагу все составляющие бокса. Мы начали с вами и с философских, и с физических, даже и с медикаментозных составляющих. И вот сейчас, смотрите, проверка. Еще есть одна очень важная составляющая. Люди хотят быть причастны именно к такому виду спорта, к мужскому. То есть для него это, для определенных людей, которые ходят заниматься боксом, для того, чтобы излечиться, походить, научиться драться, научиться бить, носить нокаутирующий удар. Есть еще одна плеяда людей, которые ходят заниматься боксом. Они ходят ради того, чтобы быть причастными. Просто им об этом приятно сказать в кругу своих знакомых. Я иду на тренировку. У меня сегодня тренировка. После совещания, я там вчера, мне тренер сказал, есть то-то, то-то. Это очень важная штука. И для взрослых людей, кстати. У него лежит дома целая сумка, у него там перчатки, бинты. Я вот обо всем задумался, даже кроме... Вы сегодня для меня сделали очень много открытий. И знаете, ведь правда, ведь чем отличается, например, детский возраст от взрослого? Мы в детстве радуемся каждому своему шагу, каждому новому моменту, каждому познанию, которое появляется. И почему уходит детство? Потому что мы все узнаем, мы становимся взрослыми, нам становится неинтересно жить. И, наверное, вот этот момент заставляет нас переживать, появляются какие-то новые, я не знаю, ощущения. Еще есть такой момент, Александр, это общение людей. То есть это собираются люди, они, возможно, друга не знают, никогда в жизни не видели. Единственное, что их объединяет, это вид спорта. Они, возможно, относятся к различным социальному уровню, но их объединяет спорт. Это здоровое, со здоровыми интересами, с нормальными мужскими наклонностями, товарищи, люди. И это их объединяет. Они собираются, они общаются во время этих турниров, во время тренировок. Они уже начинают общаться вне клуба. У нас есть идея сейчас проводить уже два раза в месяц в спортбарах посиделки таких людей, которые у нас встречаются на ринге, встречаться клубами и общаться. Людям, на самом деле, нужно общаться. Это необходимо. Знаете, я тоже хочу сейчас вновь вернуться в те годы. Помните, раньше это все называлось «спортивный клуб». Мы ходили все в спортивный клуб. Собирались ребята, тренеры тогда, советские, устраивали всевозможные дни рождения, чаепития. Просмотры в кинотеатрах. В кинотеатрах вместе ходили. Вне зависимости от того, что в школе учительница водила на те фильмы, которые она считала нужными, факультативы какие-то. А вот когда ты занимался в какой-то секции, это уже был свой круг интересов. И как ни странно, нам в какой-то момент все хотели это оборвать, обрезать, что, собственно, и сделали. И думали, что придет новое время, демократия принесет нам какие-то новые плоды. А вы знаете, все стало возвращаться. И вот вы сейчас мне рассказываете о том, что вы вновь объединяете людей. И они, видимо, чего-то не добрали, те, кто сейчас к вам приходят. Они и те люди, которые не добирали, и сейчас новое поколение, они все равно вернутся к клубам. То есть клуб – это люди идут к социуму обратно. То есть им нужно место, им нужен человек, который бы их объединил, лидер, который бы наставил их на правильный путь. А что для вас самое сложное в этой работе? Для меня ничего сложного нет на самом деле в этой работе. Я ее делаю с удовольствием, мне приятно. Но в данный момент я занимаюсь, прикладываю усилия именно для того, чтобы увеличить и улучшить тренерский состав своего клуба. То есть я провожу семинары, много очень времени трачу на то, чтобы подобрать кадры, может быть, украсить где-то у кого-то их, перевести к себе лучших, охочусь за лучшими. Вот на это тратится огромная часть времени. И еще именно тратится время личное, которое я могу потратить на свою семью – это то, чтобы людей этих объединить именно в клуб. То есть я провожу совместные тренировки, те же самые совместные даже поездки, ездим на семинары в Таиланд. Вот именно чтобы люди начинали общаться. Это для меня очень важно. Я вам желаю удачи, Роман. Спасибо большое. Дорогие друзья, это была программа «Персона». Сегодня я беседовал с мастером спорта по боксу Советского Союза, мастером спорта по кикбоксингу Российской Федерации Романом Кимом. Я, Александр Ковалев, прощаюсь с вами. До свидания. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова